Если вы смотрите это видео, значит вы уже в какой-то степени погружены в дела, традиции и жизнь болгарской земли, которая стала известной возрождением практики древней соборной молитвы. Люди знают о Боге, о Его помощи, о Его любви к нам, не из книг, а из личного опыта, что, конечно же, намного сильнее. Поэтому люди становятся православными христианами не по названию, они становятся ими по сути. Сейчас мы находимся в скиту Воскресения Христова, где круглыми сутками совершается молитва, не усыпаем псалтырию и акафистами. Здесь же поминаются имена. Вот, например, имена на акафист Николаю Чудотворцу, которому молятся о трудоустройстве или при материальной нужде. А это папки с именами к акафисту Мученику Пантелеймону, которому соборно молятся о здравии душевном и телесном. Как вы видите, имен много, папки толстые. Но здесь же в часовне есть акафист, в папке которого так мало имен, что их можно легко сосчитать. Это имена к акафисту Казанской иконе Божьей Матери, которым здесь молятся за нашу Родину, Россию. В этом выпуске будет экранизирована всего одна история, один факт Божьей помощи. Потому что, как вы сами видите, мало людей соборно молятся с Богом за нашу Родину. Но это люди, сердца которых вместили не только нужды свои и своих родных и близких. Их сердца вместили в самую большую страну в мире – Россию. Этот факт нам прислала Юлия из города Пермь, 21 октября 2019 года. Родные, добрый день, золотые мои, братья и сестры. Очень призываю молиться акафистам Божьей Матери в честь иконы Ее Казанская. Как можно чаще, каждую неделю или по возможности, у кого сколько сил, но молиться. Конечно, у каждого из нас свои проблемы, горе и бывает просто нет сил. А ведь как никогда, именно сейчас нужна помощь, защита Господа нашей стране, нашим традиционным семьям, православным устоям. Только чудо может спасти наши дома, родовые гнезда наших мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Давайте все-все вместе просить, умолять Бога, чтобы Он сохранил и приумножил семьи, православные, крепкие, чтобы оградил от всяческих нападений вражеских козней. Господи, помоги! Мир и благополучие нашей Родине, России, нашим семьям, мужьям и женам, мальчикам и девочкам, нашим детям. Убереги нашу страну и сохрани. Аминь. Родина — это как наша большая семья, которую нужно беречь и поминать в своих молитвах. Мы с вами, христиане, те же самые защитники Родины, только с более сильным оружием — молитвой. Помните эпизод, когда Авраам спрашивал у Господа, пощадит ли он Содом и Гоморру, если найдет там хотя бы 10 праведников? Но Господь не нашел там таковых. И после того, как вывел праведное семейство Лота, города были уничтожены, сожжены дотла. Не осталось ничего живого, что было в городе. И поэтому каждый из нас должен стараться в первую очередь сам жить правильно, каяться в своих грехах и уже начинать менять свою жизнь, молиться за детей, ведь они будущее поколение. Налаживать отношения в нашей малой семье. Ведь если раздоры между родителями и детьми, братьями и сестрами, кровными братьями и сестрами, то что уж говорить о нашей большой семье, России, это нужно не забывать, когда мы молимся о нашей стране, о нашем правителе. Ведь от каждого из нас зависит, куда наклонится эта чаша весов. Ведь терпение Бога — это лишь дело времени. Нельзя быть преданным сыном церкви, не ощущая живой связи со своей родиной. Святейший Патриарх Пиме. В наши дни не разберешь, где правда, а где сатанинская ложь. Одни говорят про одно, другие топят за другое, при этом забывая, что истину в первую очередь нужно искать на страницах Священного Писания, которая пропитана Духом Святым. Читая и вникая в Библию, понимаешь, что люди, целые народы, вспоминают Бога только тогда, когда им очень тяжело и плохо, во время болезней, голода или войн. И вот когда спадает эта пелена, которая делает людей слепыми, становится видно всю мерзость человеческого порока. И мудрые те люди, которые начинают раскаиваться и молить Бога о прощении. И Бог ведь прощает. Он вновь восстанавливает мир и на земле, и в сердце человека. Но вот проходит время, и человек забывает про тяжелые времена, перестает ценить все то, что он имеет, начинает зажираться, наглеть, роптать, оставляет молитву и Бога, тем самым навлекая на себя новые бедствия. Вот если мы, россияне, не раскаемся, не прекратим убивать собственных детей через аборты, если мы оставим молитву и Бога, Он сметет нас с этой земли, сотрет всю память о нас и отдаст на поругание другому народу. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети, наши внуки жили долго и счастливо, мы должны уже сейчас показывать им добрый пример и словами, и делами, чтобы они знали, что все мы ходим под Богом. Почитать Матерь – дело святое, но у всякого своя Матерь, а общая для всех Матерь – Родина. Святитель Григорий Богослов. В 1579 год обретена Казанская икона Божьей Матери в городе Казань в трудное время для Родины нашей, когда горит Казань, горят храмы православные. Богородица этим образом явила свое заступничество и укрепила народ русский и не только русский. Много людей на то время как бы обрело веру православную через этот образ. 1612 год. В Москве поляки, войско польское. Королевич польский занял Кремль, московский. Под предводительством образа Казанской иконы Божьей Матери ополчение со всей земли русской собралось по призывам Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского, услышав позвание Патриарха Гермогена. Собраться воедино и, исполнив его благословение, взять с собой образ Казанской иконы Божьей Матери и принести его в Москву, перед которым три дня молилось воинство и постилось, и молилось, и потому легко одолели на этот раз поляков, одержали победу над ними, выгнали из Кремля. 1709 год. Святитель Митрофан Воронежский благословляет Петра Первого взять в воинство на борьбу с опасным врагом, угрожающим России и шведам, образ Казанской иконы Божьей Матери. А потом поставить его в город Святого Петра. И пока этот образ будет в городе Святого Петра, город будет непобедим. Петр Первый перед Полтавской битвой всю ночь молится перед образом Казанской иконы Божьей Матери. Победа в Полтавской битве по заступничеству Матери Небесной была одержана. 1812 год Кутузов молится перед Казанской иконой Божьей Матери о победе в Бородинской битве. И снова Пресвятая Богородица является свое заступничеством народу российскому. 1941 год Фашистская Орда под руководством Гитлера вторгается в землю русскую. Антиохийский патриарх Александр Третий обращается ко всему миру с просьбой молитвенного стояния за землю русскую. услышаны его просьбы и Богородица отвечает особому молитвеннику за землю русскую митрополиту Ильи Гор Ливанских который опустился в каменное подземелье и молился три дня перед образом Казанской Божьей Матери в подземелье куда не доносилось никаких звуков без еды без питья только стоя перед образом и ему в столпе огненном явилась Богородица и сказала что русские победят только в том случае если освободят священников из тюрем если откроют храмы Божии и начнутся по всей земле русской богослужения молился он перед образом Казанской иконы Божьей Матери 20 тысяч храмов было открыто и когда начались богослужения казалось бы столько лет гонений на землю были на православных людей земли русской но храмы наполнились так что негде было стоять и встали люди русские на колени и молились и вновь была услышана молитва народа русского внял Господь простил нас Господь за наши годы беззакония неверия немолитвенности видя опять единство народа русского вставшего на колени и умоляющего Господа простить беззакония наши и началось так началось столько чудес ну во-первых ударил такой мороз что у немцев бензин замерзал в мотоциклах в танках в их технике они побросали технику и побежали от Москвы ослабленные люди в городе Ленинграде уже казалось бы не могут дать никакой отпор своими силами но обнесли крестным ходом город Ленинград с образом казанской иконы Божьей Матери и не вошел враг в город Святого Петра такое же произошло и с городом Сталинградом где на берегу реки стоял образ казанской Божьей Матери и не могли немцы переправиться к этому городу через речку на берегу который стоял образ Божьей Матери так вот листая страницы самые трудные страницы истории русской понимаем что образ казанской иконы Божьей Матери это великий дар Пресвятой Богородице народу российскому земле нашей русской на сайт духовного маяка приходит множество разных фактов Божьей помощи от наших братьев и сестер со всего мира среди них есть акафист казанской иконе Божьей Матери соборно акафистом казанской иконе Божьей Матери в Болгаре молятся по субботам в 3 в 9 в 15 и в 21 00 по московскому времени поделиться вашей историей или фактом Божьей помощи вы можете на сайте мой духовный маяк слава слава богу что у нас еще остались настоящие и искренние священники которые на самом деле проводят просто колоссальную работу кстати и отец Владимир Головин и отец Андрей Ткачев в один голос говорят что такой свободы таких возможностей у церкви Христовой не было никогда за всю историю ее существования и прислушиваясь к ним и наблюдая за тем что происходит у меня возникает вопрос это только начало духовного возрождения России или это его завершение помните что отечество земное с его церкви есть преддверие отечества небесного потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить святой праведный Иоанн Кронштадтский Россия всегда была богата святыми людьми это наш дар наше богатство и многие праведники оставили после себя различные пророчества в том числе и о России и сейчас многие стали активно читать эти пророчества но как нам христианам относиться к ним ведь сейчас в интернете не поймешь где правда а где нет что до нас дошло в первоначальном виде а что сами люди напридумывали вольно или невольно истина для нас христиан из пророчеств это апокалипсис Иоанна Богослова все остальное это пища для духовных размышлений ведь и господь за молитву и покаяние людей может все изменить а мы прочитали пророчества и сидим ждем что же будет а некоторые люди уходят в другую крайность и говорят от нас ничего не зависит все за нас решат там сверху политики но нет как раз таки помилует господь нашу страну или нет зависит от покаяния каждого из нас худой гражданин земного отечества и небесного не достоин святитель Филарет Московский отец Иоанн Кронштадтский говорил Россия если ты отпадешь от своей веры ты не будешь больше Россией или Руссией святой сейчас в связи с последними событиями люди должны понимать что духовная война вышла на новый уровень православная церковь мешает сатане осуществить свои кровавые планы черти бесятся и делают все возможное чтобы обмануть поссорить разделить братский народ они не хотят чтобы Россия стала великой они боятся что Россия вновь станет святой г pains вы вы и вы 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 вы